Зарево. По главной улице района Советской спешит народ. Нет привычного потока автомобилей, но мигают огни спецмашин и запах гари. Такую картину с утра увидели на Вавятичи. К этому времени жители домов вблизи БКК давно были на ногах и не могли отвести взгляд от пламени, вырывающегося в небо. Мы в четыре часа из дома все увидели, горит в дыму. И говорим, в пламя так, во всю квартиру и думаем, это где что горит-то. Потом уже одному позвонил, видимо, сосед говорит, состав сошел. Мне позвонили, сказали, что машина твоя горит в гараже. Бабушка разбудила, сказала, машину убирай из гаража. В начале пятого утра был хлопок резкий, и потом вот возгорание произошло. Мы спали, все нас эвакуировали, где-то пол пятого уже всех. Пока население делилось впечатлениями и переживаниями, их дома были отключены от электричества и газа, а на месте ЧП кипела работа. Воду для тушения брали даже из чумовицы, которую сложно назвать рекой. Люди только успевали освобождать путь для спешащих автомашин. Полицейские предупреждали, здесь опасно, в любой момент может произойти взрыв. Даже отсюда было видно, как пылают цистерны. В небе, вокруг дымовой завесы, кружил вертолет. А на Вятке горела вода, с шипением таял снег, и природа потеряла в это утро покой. Ситуация наблюдалась парадоксально. С одной стороны, напряжение и полная мобилизация сил. С другой стороны, жизнь в микрорайоне как будто замерла. Сегодня полностью оказался парализован транссип. Именно здесь поезда идут на Пермь-Екатеринбург. Перекрыта была и автомобильная трасса. А именно по ней в Киров попадают из Кирово-Чепецка, Суны и даже Казани. Жителям Новоавятска пришлось кому-то идти пешком, кто-то воспользовался объездной дорогой. Городские автобусы пытались развернуться на узкой улице. Новоавятичи имели возможность уехать в центр. Полностью был изменен и режим работы школы номер 62. В ней разместился пункт временного пребывания людей. С пяти часов дежурила врачебно-сестринская бригада горбольницы номер 2. На данный момент у нас 26 обратившихся. Все они эвакуированы с места происшествия. В основном это стресс реакций. Пострадавших пока нет. В школе люди получили возможность просто присесть и прийти в себя. Уроки у детей в это время не прекращались. Всех ребят, которые пришли в школу, мы их приняли. Начался учебный процесс. Параллельно начался процесс эвакуации населения, которые находились в зоне опасности. Всех накормили. Сейчас у нас люди размещены по классам. Понятно, что по причине пробок городских преподавательский состав не весь мог добраться, поэтому было принято решение сгруппировать классы. Допустим, первоклассников в один класс, второклассников во второй класс. В классе для эвакуированных полная тишина. Люди пока не знают, ни что происходит на месте ЧП, ни что ждет их впереди и как долго они здесь пробудут. Сейчас здесь порядка 100 человек. Ну так, больше-меньше. По времени я думаю, что это зависит от штаба. Когда нам дадут команду, значит тогда мы все дальнейшие вопросы будем решать. Или дальнейшее пребывание с питанием дальнейшим. Или значит мы по домам. То, что здесь эвакуировано, находятся, скажем так, они не из-за того, что дома их не пострадали, а они оказались в зоне, ну скажем так, опасности. С утра сотрудники администрации отвечали на вопросы о сохранности имущества, о размещении людей, о справке на работу. Полицейские в это время дежурили у пустующих домов. 5 февраля Нововятск запомнит надолго. Светлана Вертилецкая, Денис Тружков, Вести Киров.